О боги, пожалуйста, не дайте ему начать опять нести чушь! Это хорошо. Да, Скайриму далеко даже до Обливиона, не то что же до Моровинда, но, глядя на то, что творится с Бетездой и в мире в целом, с вероятностью 95% шестые древние свитки будут настолько дерьмового качества, что Fallout 76 нам мана небесной покажется. Но не будем о грустном, сегодня праздник у девчат и баня по талонам. Уже три года назад я выпустил ролик о самой, на мой взгляд, лучшей сборке Скайрима под названием SLMP. О, сборка шикарная. Автор так кропотливо подошел к ее оптимизации, что я, наверное, с чистым сердцем могу назвать ее самой оптимизированной сборкой из всех. Во всяком случае, из всех, что я встречал. Да, за прошедшие три года мое мнение не изменилось, как видите. SLMP это действительно великолепная работа Митрадиса. Однако, всегда хочется какого-то прогресса. Под прогрессом в данном случае я подразумеваю тот самый переход на Special Edition версию. Готово к разочарованию. Legendary Edition хуже в плане быстродействия. Именно быстродействие. Стабильность там тоже чуть лучше, но в целом не настолько, чтобы невооруженным глазом видеть разницу. А вот быстродействие, да. Благодаря стараниям ленивых разработчиков и также политике подлизывания хуящику, самой слабой консоли того времени, оригинальный Скайрим вышел технически отсталой игрой, и к новым крутым машинам он не был адаптирован. Да и не вопрос, в те годы эти машины стоили как чугунный мост. Только вот те годы давно уже прошли, и даже бомжи сборки сейчас гораздо мощнее того, что 9 лет назад считалось топом. Собственно, Special Edition исправил этот недостаток, научив игру работать с мощностями, оперативкой и прочей лабудой. Именно поэтому производительность стала лучше. Однако, если в Ортодокс портяношник, или если просто очень ленивая личность, которой впадло переходить на новую версию, или у вас реально Pentium Fuflon 2.2.8, то тогда может смело оставаться на Legendary Edition, благо она, опираясь на неофициальный патч, и оптимизация сборки тоже работает как часы. Местами даже лучше Special Edition. Но все-таки, как ни крути, а Legendary Edition проигрывает своей младшей сестре в технологическом плане. Следовательно, во многом выгоднее будет переходить именно на SE сборку. И вот с этим у SLMP проблемы. И не просто проблемы, а, блин, полный песец. Несмотря на все обещания автора, несмотря на то, что он вроде как год назад отдал на откуп другой команде работу над SE версией сборки, вот и ныне там. В то время как за тот же год Legendary Edition версия выросла с 2.6 до 2.9, плюс коммунитивные патчи друг за другом, Special Edition более чем за 2 года из 1.6 превратилась в 1.7. Прекрасно. Притом, они даже список изменений похерили настолько вот им плевать. Насколько трепетно Митрадис относится к Legendary Edition, настолько же наплевательски к Special Edition. Вывод отчасти печальный. Если хотите играть в SLMP SE, берите то, что есть сейчас, и не надейтесь на прогресс. Нет никакого смысла более следить за этим проектом, ведь в плане работы на договоренной версии игры SLMP совершенно бесперспективна. К счастью, это не приговор для таких извращенцев, как я. И вообще, повторюсь, это все печально лишь отчасти, потому как сборка и в этом виде, в каком есть, хороша на самом-то деле. Не без недостатков, но хороша. И я думаю, стоит рассказать вам о ней, а то получается адепты специального здания были обделены. Непорядок. Эти бедолаги долго молились о Зоре, и вот она услышала ваши мольбы и послала меня. Прямо так и сказала, «Посол ты!» Ну я и посол, и присол вот прямо сюда, и сейчас по доброй, как мордоник с гончей традиции, расскажу вам о лучшей сборке Скайрима в версии Special Edition. Погнали, пока не вогнали. Начнем с общего ознакомления. Тут все просто. Эта сборка, калька той самой сборки трехлетней давности, из-за парочки исключений. С одной стороны, все знакомо, с другой прогресса как бы и не очень-то много. Вот мне, например, нахрен тут не впилить фальскар и змеиный зуб, я уже говорил это в предыдущих роликах. И автор яро обещал дать нам возможность отключать их. И вроде даже дал. На Legendary Edition. А тут попробуй отключить эти моды, и они потянут за собой еще пару-другую, уже нужных. Думаешь, что-то вроде, ну ладно, смирюсь с потерей даже пары нужных модов. Скатал тебе в миску, друг. Те моды зацепят за собой уже другие моды, и вот так вот паровозиком от сборки не останется ничего, как от бочки кваса в жару в час пик. Гораздо проще просто махнуть рукой и оставить эти самые фальскарьи зубы. И давайте проясним ясность. Я ничего против них не имею, но я не люблю, когда мне какие-то моды навязывают. Вот и все. В целом же, снова повторюсь, набор модов тут почти тот же самый, что и у Legendary Edition. Переработанные модели, текстуры, поправленные интерьеры, убранные баги и многое другое. В связи с этим, я не буду слово в слово пересказывать прошлый ролик. Можете просто его сами пересмотреть. Но вот, хочу обратить внимание все-таки на несколько модов. Вот, например, тут есть набор опциональных модов, типа Ординатора или Альтернативного Старта. Так вот, я бы и многие другие моды сделал опциональными. Например, мод Coin Purse. В пюрсе. Не знаю, складывать деньги в мешочки и строить из них башенки. Это, безусловно, прекрасная возможность. Видимо, у автора свой фетиш. Потому как лично я очень удивлен, что он все еще не удалил этот мод, даже вроде как из свежей сборки Legendary Edition. Follower Outfits позволяет легко переодевать напарников. Зачем? Кто будет играть с оригинальной системой напарников? Че-че? Ладно, задам вопрос иначе. Кто будет играть в сборку с Карима без мода на систему напарников? Любители оригинала играют в оригинал, им не нужны сборки. Любой из трех модов на оговоренную систему дает возможность в легкую переодевать напарников как душе угодно. Так что мод этот нафиг не нужен. Distractable Bottles. О, так над Дабакином еще не издевались. Собирать бутылки, бить бутылки. Синие бутылки красивее, но коричневые бьются легче. Сволочь! Не, бить бутылки это не мое. Как и собирать стекло и переплавлять его. Horse Armor. Если честно, вещь очень красивая, особенно с физикой, но я ни разу ей не пользовался, если не считать тестовых игр, чтобы просто посмотреть, что собственно за мод. И наверное это уже мои проблемы. Helmet Toggle, который позволяет скрыть шлемы, не снимая его, штука вроде интересная. Это знаете, как в Divinity. Удобно очень. Но это убивает, как по мне, атмосферу. Black Smith Chests. Кому нужны эти садуки в аренду? Впрочем, может быть кому-то они и нужны. Однако, все названные моды я бы сделал опциональными. А так как уже ничего не поменяется, я просто удалил это все из своей сборки, нефиг мне засорять игру. Представьте себе Дабакина, который, скача на бронированной лошади, бросается в драконов монетками, бьет об их головы бутылки. Такой вот набор. Но, как вы, наверное, помните, я тот набор в прошлый раз хорошенько разбавил собственными модами, которые тоже вызвали у многих зрителей интерес. Я полагаю, для вас будет не менее интересно узнать, какие в принципе моды были перенесены в Special Edition версию, а какие нет. И прежде чем начать, хочу заострить ваше внимание вот на чем я не занимаюсь сборками. И я не буду собирать для вас все свои моды и заливать на торрент! Я, конечно, рад, что вы в курсе, что мне это ничего не стоит, но раз это плевое дело, то почему за три года никто не удосужился этого сделать, при том, что список с тайм-кодами и ссылками благодаря одному из зрителей висит в закрепленном комментарии? Потому что это никому не надо, кроме нескольких халявщиков, которым все что-то вечно должны. Я понимаю, вам иногда хочется сэкономить время, но подумайте, наверняка у меня тоже есть уважительные причины, чтобы этого не делать. Например, или вот, скажем... Не будьте нвахами, отнеситесь к моей лени с уважением. Все, с этим и разобрались. Погнали лепить горбатого. Я в своем репертуаре. Все еще пользуюсь мод-органайзером, чего и вам желаю. Идем по списку. В папке 1.anima у меня просто расположился архив с анимациями для модов с этой самой анимацией связанных, а именно с OSA. Я просто складывал туда понравившийся мне. Ну и в целом файлы, улучшающие анимацию, тоже лежат частично там. В этом одно из преимуществ органайзера. Чтобы заменить текстуры, модели или анимации, не обязательно ESP или ESM файл. Ты просто перемещаешься нужной в папку, и они работают как отдельный мод, не нагружая при этом Skyrim. В названии этих модов впереди стоит единица для того, чтобы они отображались сверху. Это символизирует то, что это вроде как не просто моды, а мои упаковки с винтифлюшками. Один патч это то, что у меня оставалось в папке Override. В эту папку отправляются файлы, которые конфликтуют, и в таком случае органайзер вам пишет, что мол, вот тут вот такой вот конфликт, вот это перезаписывает вот это. И тогда можно создать из этих файлов отдельный мод патч, чтобы не было конфликтов. Вот это вот он. В папке Один Чарген у меня пресеты для настройки внешности персонажей, чтобы нечаянно потом не потерять свои наработки, я храню их тут. Третьих, папки трудно назвать модами, это скорее микропатчи, которые подбираются индивидуально под каждого игрока, и делать это я настоятельно рекомендую. Далее идет очень важный мод Achievements Mods Enabler. Enabler, неважно. По какой-то неведомой причине, а точнее по вполне себе ведомой причине жадности разработчиков покупайте только лицензионные моды за бабки, сука. Ачивки не работают в Splash Edition, если включены моды. Тебе так в начале игры скажут, не работает. Чтобы начхать на этой с высокой колокольни требуется отдельный мод. Вы только подумайте, мод, чтобы другие моды работали как надо. Но он работает, это главное. Если вы, как и я, заработали еще не все ачивки по какой-то странной причине, он вам понадобится. Не так давно Skyrim обновился до новой версии, займев аж ноль, в отличие от старой, кроме, разумеется, обновленного магазина модов и геморроя у мододелов. Но это и отвлекся. Собственно, если вы играете не на Steam версии, вам этот мод не нужен. Далее идет список модов на интерфейс, и открывает этот список уже знакомые плаги Skyhood и Morphhood. Первый просто необходим для огромного количества других сложных модов. Если вы еще не забыли, а вы наверняка уже это забыли, как страшный сон, изначально у Skyrim был настолько убогий интерфейс, что даже неприхотливые консольщики были не очень-то довольны. Skyhood исправляет это. Я не понимаю, как после него можно возвращаться к классике. А Morphhood дополнит множеством удобных фишек, сделав меню информативным и, самое главное, настраиваемым. Однако, до меня дошли слухи, что некие ловчие корпуса по-прежнему кайфуют от стандартного интерфейса. Что ж, и для вас, дорогие мои извращенцы, есть подарок. Skyhood Извращенец Эдишн. Интерфейс старый, но движок у него уже новый, и все плаги, требующие Skyhood, будут с ним нормально работать. Поздравляю. Немного дополним картину модом A Matter of Time, который также присутствует в специальной версии. Удобные часы, по которым можно следить за игровым временем, за реальным временем, иногда это строго необходимо. А также отслеживать лунные фазы, если вы жопоро тянили еще какой-нибудь неведомый мутант. Впрочем, интерфейс остается тем же. Хотя, конечно, и станет более удобным. Чтобы изменить его, понадобится мод Customsible, UE, Replacer Skyhood, SE. Во как. Собственно, при установке он предложит на выбор несколько вариантов, например, в стиле TES Online или даже Dark Souls. Огромная душина после того, что было. Souls Quick Menu вы уже помните. Взяв за образец идеи интерфейса Dark Souls, мододелась своя альтернатива меню избранного. Можно забить самые часто применяемые заклинания или железяки на левую и правую руки, и то же самое проделать с криками и зельями, а потом быстро переключаться между ними по цепочке одной клавишей. Про Race Menu говорить не стоит. Без него создание персонажа уже кажется немыслимым. Да и некоторые моды требуют его как мастер-файл. На самом деле он не просто вносит изменения в интерфейс, но и перерабатывает редактор персонажа. Да, я знаю, что он есть в сборке, но я его удалил из нее и поставил уже отдельно через Эмо новую версию, потому что автор сборки все равно до этого уже не дойдет, а мне это как два пальца об асфальт. Мод Atlas Map Markers. Вы тоже его помните. Он добавляет множество новых пометок на карту, благодаря чему быстрое перемещение станет гораздо удобнее. Иногда даже ощущение, что пометок слишком уж много. Ну и куда уж без красивых шрифтов. Русских, разумеется. Мод так и называется Russian Fonts. Выбирай любые. Вот мне понравился вот этот, который вы видите. И на закуску свежий мод, появившийся вроде как совсем недавно. Dear Diary. Он, как видите, стилизует интерфейс под бумагу. И, как и в случае с Customizable UI, впечатление производит строго положительное. Вместо надоевшего серо-черного, красочно-пергаментный стиль. По желанию этот стиль можно применить не ко всем элементам, а только к выбранным. Например, я оставил карту старого типа. Самое главное, мод не имеет ESP-файла, только интерфейс модели и текстуры. Свежо и красиво. С интерфейсом закончили, переходим к... Реплейсерам. В основном это реплейсеры NPC. А... Женщин-НПС. Здесь притаились хорошо вам знакомые моды Бжин-Вайвс, Бжин-НПСиз и Бжин-Вармейденс от одного автора по имени Бжин. Или Бьен, кто его знает. А также The Ordinary Woman от другого. Все четыре мода делают одну и ту же. Преображают прекрасную часть Скайрима. Местных баб. Без них бабы выглядят как жабы. Серьезно, после реплейсеров смотреть на стандартные рожи даже без слез корпуса невозможно дра в гробне в гробницу. А тут о, лепота. Одно только но. Если вы используете модели тел с физикой, то учтите, что названные моды выдают измененным нам собственные тела собственными текстурами. Текстуры можно менять на выбор, а вот тела остаются без физики. К счастью, есть набор слайдеров, исправляющих это недоразумение. О слайдерах и физике в другой раз, детишки. Это глубокая нора. Если мы сейчас в нее провалимся, то потеряем нить повествования навсегда. И в итоге вы все умрете от старости прямо за монитором. Оно вам надо? Здесь же расположился мод Femin Females, исправляющий досадное недоразумение. У воительниц Скайрима анимация, точнее положение скелета, мужское. Вот это я понимаю притеснение патриархат. Ай, странно, что Бетезду еще не смели до фундамента. Вы только посмотрите на это безобразие, это же как буква Охт из дейдрического алфавита. Мод этот требует начала новой игры. Если вы уже встретили в игре персонажа до активации мода, то он останется таким вот гнутым навсегда, и уже ничем это не исправить. Очень полезный мод. Странно, что в неофициальном патче его до сих пор нет. Однако арчихи все равно останутся борцухами. Я это лично для себя исправил ESP-файлом в папке анима. Однако я честно не помню, откуда я его взял. Скайрим и так уродлив. Страшные драконы, вонючие норды, грязные данмеры. Дайте хоть женщины останутся красивыми. Я также добавил в этот раздел два мода. Expressive Facial Animation и No Spinning Death Animation. Последний убирает то самую дабстеп анимацию смерти. Первый улучшает анимацию лиц. Переходим, наверное, к самому интересному разделу и по совместительству с самому замороченному. К физике тела. Как видите, тут серьезное нагромождение всего и вся. Сперва, разумеется, реплейсер. В самой сборке по-прежнему стоит непонятная старая версия UMP без намека на физику и нормальные текстуры. Поэтому смело ставьте поверх этого безобразия любой реплейсер на свой вкус. Я поставил CBBE. Он, если вы вдруг не в курсе, преображает женские тела, делая их нормальными, а не деревянными. Ну и плюс все женские прелести открыты. Впрочем, можно сделать их и закрытыми в классической версии или же в стильной кружевной, скажем так. Чтобы даже самые маленькие дети могли играть в эту замечательную игру в перерывах между сиденьями на порносайтах со своих мобилок. Да, 21 век, ху**и. Мод Body Slide. Не совсем мод, а скорее утилита, позволяющая настраивать тела CBBE. Можно по пресетам, можно вручную. Размеры всех значимых частей тела, да и незначимых тоже, можно настроить тут. Кроме того, габариты тела или, скажем так, короче, осисяндры и жопиандры можно менять в любой момент прохождения, и это никак не скажется на стабильности игры. Но самое главное, многие шмотки из модов имеют функцию физики, и активировать ее можно только в Body Slide. Например, я взял слайдеры и сделал физику груди и ягодиц всей оригинальной одежде. Смотрите, какая прелесть. Дальше сложнее. HDT движок, SMP движок, XP32 скелет тела, CBBE физика, плюс дополнительная конфигурация для этой физики. Давайте о физике поговорим отдельно в другой раз. Просто если вы хотите колышащейся груди, ягодицы, иногда даже животы, а также, скажем, плащи с физикой или прически с ней же, вам понадобится весь вот этот вот набор садомита. Что, заинтриговал, да? То-то же. А мы переходим в соседний раздел, который у меня почему-то никак не обозначен, потому что, наверное, там всего понемногу. Начнем с мода ОСА и его, так сказать, подмода ОСЕКС. Чего заулыбались? Увы, это теперь не просто инструмент гедонизма и разврата с лучшими эротическими анимациями, даже отдельным для прелюбодеяний движком. Это теперь еще и необходимость для тех, кому нужно применять анимации. Дело в том, что целые сутки плясок с бубном не помогли мне заставить работать мод Poser Hotkeys, который позволял применять эти самые позы на ком угодно. К счастью, не только он умел это делать. ОСА пришел на помощь. В общем-то, любые анимации из любых модов можно теперь несложным телодвижением встроить в движок ОСА. Не скажу, что это удобнее того, что было. Есть плюсы, но есть и минусы. Однако тут выбора-то нет. Поэтому даже если вы не любитель эротики, но при этом не против анимации или позирования для скриншотов, ОСА ваш выбор. Далее три мода ретекстурирующих женщин. ЦББЕ Бженскин делает женской плавине нормальную кожу, которая больше не походит на покрытие секс-куклы. Теперь там и морщины, где надо, и родинки, и шрамы. Ну и также ЦББЕ Фимин Арганиан Текстурис и Фимин Канджит Текстурис делают то же самое для зверораз. Разумнее, кстати, было бы совместить их, но это я сделаю потом. На выбор, кстати, тоже есть варианты. Например, Канджитам можно дать гепардную окраску, а Арганианам Хамелеонию. Также я использую некоторые опции мода Витрувия Скин Текстур Оверхол. Это аналог Бьенскин по вкусу. На самом деле, мод Органайзер дает отличную возможность полазать по Нексусу, набрать нужных анимаций, текстур, моделей, а потом безопасно и легко все это подключить. Используйте это. Так, S.O.S. Шлонгс оф Скайрим, или в переводе с древнего велотийского Суровые члены Скайрима. Не члены гильдии, а просто члены. Ну, в общем, сейчас вы не видите их в кадре. Угадайте, почему. Просто это логично. Тела с физикой, всюду реплейсеры, почему бы и самые главные части мужчин, самые умные, так сказать, их голове, тоже не выглядеть правдоподобно. Чем они хуже женщин, в конце-то концов? То-то же. Да, я, кажется, понял, как нужно было назвать этот раздел. Скайримская порнография. Но с этим покончено, ведь далее разделы с примочками для внешности. Например, мод комьюнити оверлейс. Оверлей – это всякие татуировки для лица, тела, рук, ног, на любое пол и расу. Их есть аж два больших набора, точнее набор один, но в двух частях. Я их объединил в одной папке. Арганьянин из агропутешествий – это комьюнити оверлейс. Вот эти вот татуировки, о которых меня спрашивали еще с прошлого ролика, это тоже комьюнити оверлейс. А неоновое свечение, если что, это одна из функций рейс-меню. Далее мод Starlight Eyes. Говорят, что глаза – зеркала души. Мод добавляет столько этих зеркал, что сосчитать страшно. Мне вот приглянулись вот эти вот замечательные глаза ситха. Мод High Poly Head. Делает голову более высокополигональной. Учтите, что тут уже нужно опираться на быстродействие своей машины. Если у вас и с обычной-то головой тормоза, блин, как сказал-то, да? То лучше этот мод не ставить. KS Hairdoss HDT SMP. Блин, язык сломаешь. Изнаменитый набор причесонов на все случаи жизни. Приставка HDT SMP означает, что причесоны-то оказывается с физикой. Опять же, нужен набор физикоядерчика, тот, который я так любезно обошел стороной ранее. Также есть возможность добавить не прически, а парики. Это если вы захотите сделать физические прически своим спутником или спутницам. Однако есть такой баг со всеми этими физическими непотребствами. Иногда случается буря в варпе, и движок просаживается. Сначала начинаются заметные, но играбельные тормоза, но уже через несколько секунд игра превращается в слайд-шоу. Увы, это недостаток физического мода. Лечится перезагрузкой, случается нечасто, преимущественно с прическами. Ну да ладно. Мод RS Children Overhaul вам уже знаком. Кошмарные уроды, по ошибке названные детьми, превращены в настоящих детей. Строго рекомендую. Мод Quick Loot также должен быть вам знаком. Быстрый доступ к луту в контейнерах. Однако будьте внимательны, рабочая версия лежит только на Нексусе. Я нашел ее вообще замечательно. В комментариях к старой версии нерабочей встретил ссылку на переработанную версию, рабочую, как бы. А в комментариях уже к ней, к этой самой переработанной, рабочий DEL файл для этой версии, потому что старый стал нерабочим из обновления Скайрима, а оба автора модов забили тот самый СОС на все это. На что только не поешь ради любимой игры, граждане. Потому-то я всем всегда рекомендую сохранять моды отдельно в папке. Да, это занимает место, но зато экономит время и нервы. Папирус Ютилу. Это не то, чем древние египтяне потирали свой СЛАДКИЙ РУЛЕТ. Это набор скриптов, необходимый для многих модов. То же касается и J-Контайнер с SE. Их не надо ставить в шопбуло, только если этого требуют какие-то другие моды. Андетт FX. К огромному моему счастью все-таки добрался спустя время до Спешл Эдишн. И не просто добрался, а преобразился. Как вы помните, этот мод делал поднятых мертвецов, похожих именно на мертвецов, плод некромантии. И хотя у них странновато просвечивала кожа, все-таки это было жутко. Теперь есть альтернатива. Можно оставить как было, а можно включить новый режим. Теперь поднятые трупы будут выглядеть либо как скелеты, либо как драугры и сушеные, что тоже смотрится шикарно. Плагин, что называется мастхэв для магов всех масти, особенно черных, потому что если ты черный маг, ты обречен. Такая плата, таков закон. Народная мудрость. Сам придумал. А теперь мод на систему напарников. Точнее сразу два мода на выбор АФТ и ЕФФ. Ну это аббревиатуры, но я думаю вы сами знаете о чем речь. Совершенно несовместимые между собой моды, но оба подкупают своими фишками. Например, у ЕФ есть шикарное радиальное меню, также показатели жизни, мана и выносливости напарников, быстрый, удобный доступ в их рюкзак или инвентарь. А у АФТ этот самый доступ более медленный, ведь он осуществляется через упогую диалоговую, так нет, это тоже нечестно, через стандартную диалоговую систему игры, которая на момент 2020-го, нет, на момент 2015-го, наверное, уже года смотрелась убого. Да, так правильнее. Зато у того же АФТ для спутников предусмотрено ношение любой выбранной вами одежды, а не только определенных наборов, а также ношение шлема только в бою, или же переодевание, в отданное им разные сеты на марш в городе или дома. Например, на пересеченке они у меня ходят в броне, в городе в легкой одежонке, а подумал, в чем мать родила, родила она их в домашней одежде, я же не пошляк какой-то, верно? Верно? Какой мод выбрать, решает только вам. Я попробовал оба и выбрал вновь АФТ. Далее, снова два мода, делающих одно и то же, вновь несовместимых. Они преобразуют систему перков, это Ординатор и True Fantasy Skyrim. Не помню, рассказывал ли вам про первый. Это вполне интересный мод, меняющий систему перков. Появляется много новых и интересных, и, соответственно, старые и тупые уходят в небытие. Трудно описать это, не вдаваясь в подробности, это нужно видеть. Благо, такие моды легко выбирать. Устанавливаешь и смотришь описание навыков. Понравилось, оставляешь. Не понравилось, ставишь другое и смотришь. Ну, наверное, так с львым модом можно. Однако, в этот раз я решил попробовать творение нашего соотечественника. Мод истинно фэнтезийный Skyrim. Что можно сказать о моде? Он ребалансирует не только систему перков, но и расовые навыки, благословения, еду и некоторые другие моменты. По поводу качества мода, много интересных вещей, но есть и непонятные мне моменты, к которым пока не знаю, как относиться. Неоднозначные, скажем так, но это в любом подобном моде можно найти. Во всяком случае, ярого желания удалить мод к херам не возникло, и это хороший показатель. Moonlight Tales, для жопоротней всех мастей, улучшена система оборотничества. Left Hand Rings, кольца для левых рук, лап, когтей и всех мастей. Оба моды благополучно транспортированы под Special Edition версию. А вот далее нечто, что я смог позволить себе только в Special Edition. Моды JK Skyrim и Trees in Cities. И да, маленькое отступление, я знаю, что слово Edition переводится как версия, и словосочетание Special Edition версия тавтология, однако мне так удобнее. Будем считать это новой идиомой. Ну так вот, Skyrim JK это набор из модов одного автора, того самого CJ, точнее, DJK, преображающих поселения в игре. Города и деревни теперь обзавелись огромным множеством мелочей, причем лорно-дружественных. Всюду теперь всякие ящики, какие-то тележки, у торговцев стенды и вывески. Это трудно описать, просто посмотрите на то, что было, и на то, что стало, и сразу станет понятно, о чем мод. Дизайн, он в мелочах, и этих мелочей тут понатыканно всюду столько, что устанешь перечислять. Одно скажу точно, после этого мода возвращение к ваниле доставляет почти что физическую боль в моя дырка задница. К счастью, у нас никто не неволит. Мод 3 Sin City добавляет в города деревья. Да, урбанизация урбанизации, но почему бы в некоторых местах не сделать красивые высадки? Именно так автор и поступил. Теперь стало еще красивее, чем было. Почему же я смог позволить себе такие моды только в Special Edition версии? Потому что огромное количество мелочей нагружает систему. Плюс все эти мелочи расположены там, где много NPC. А в Legendary Edition NPC жрали столько ресурсов, что 5-6 голов в кадре уже начинали серьезно просаживать движок. Зато вот на Special Edition можно спокойно сталкивать десятки человек в бою, и FPS даже не крякнет. Ну, разве что совсем незаметно. И общая производительность у него лучше, поэтому оба этих моды работают нормально и не выносят компудактор на орбиту. И тут прям-таки в тему следующий мод Immersive Patrolen. Patrols. Теперь Skyrim начнут патрулировать отряды. Какие именно? Да разные. Отряды Талмора, Имперцы, Братья Дури, Стража Рассвета, Дозорные Стендера, Вампиры, иногда даже Оборотни, хотя в последнем не уверен. Плюс различные внефракционные делегации, типа паломники с охраной, конвои заключенных или там колонна торговцев. Короче, Skyrim резко перестает быть пустым и это радует. А еще больше радует то, что все эти фракции вполне себе могут враждовать, например, в рамках оточертевшей уже гражданской войны. И вот опять же полтора десятка братьев и столько же имперцев и ничего FPS не проседает. В Legendary Edition такой трюк бы показал вам знаменитое шесть кадров и то после мольбы богу машине. И вообще, приятно иногда нарваться на отряд из вражеских колдунов, которые тебя вынесут, или наоборот дружеских ополченцев, а еще я однажды встретил в пути голого Каджита. Не знаю, из какого он моду, он просто прошел мимо и даже не поздоровался. Странно, правда. Продолжая тему массовых побоищ. Мод Обис. Это аббревиатура. В общем, мод добавляет на просторы Skyrim кучу банд. У каждой есть собственный гербов, у бандитов нет, скорее знак, как у орков, знаете. У некоторых банд есть предпочтение. Например, некоторые любят магию больше, чем железяки. Хорошее такое разнообразие. Бандитов около подземелья, а иногда и внутри них заметно увеличивается. Меня однажды с непривычки расстреляли из лука на подходе к руинам. Просто залпу из двух десятков луков я не выдержал, извините. Этот мод отлично сочетается с патрулями. Иногда они встречаются и начинается заруба по всем канонам, семь наступающих на одного бронящегося. А в итоге все решает вабаджек. Классика. Далее интересный для меня мод Телепорт Бот. Он создает систему телепортов между домами Скайрима. Оговорюсь, именно официальными домами. К тому же по мере открытия локации он может перемещать и к ним. Ну и режим обратно тоже имеется. Например, в буйную флягу или на высоких ротгарх. К тому же есть возможность телепортации к книгам или же к шестеренкам. Это обычные предметы, их можно положить где-нибудь и вот вам собственно говоря пометка. А книгу и вовсе на полку какого-нибудь доме из мода поставить. Например, в моем. Полезные хреновины должен признать. Ну а про мод Зим и Мерси Фортефакт вы знаете. Он преобразует артефакты Даэдра и не только Даэдра в действительно мощные вещи. Некоторые меняет внешне. Теперь они стали и вправду мощными, а то обидно за в кавычках божественную силу этих безделушек. К тому же тот хлам, который нам выдают в качестве награды Тану, теперь стал уникальными артефактами, собственными моделями и зачарованиями. О как. Далее снова знакомая вам классика жанра Хертфайр Мультипль Возможность установить до шестерых детей одновременно. Недавно кто-то в комментариях возмущался, мол, почему только шесть, а не двадцать три? Ну, кто ж тебя не волит? Иди сделай двадцать три. А другие так не делают потому, что у них наверняка есть на то веские причины тебе так не кажется? И поверь, шесть спиногрызов или спиногрызок это уже достаточно даже такому суровому персонажу как Давакин. My home is your home берешь с собой в дорогу любого с модами на систему напарников вообще любого НПС и говоришь так, мол, а так это место твой временный или же постоянный дом и все пустая крепость теперь кишит жизнью. Не, погодите кишат обычно одеяло клопами в Винтерхоллской общаге а крепость наверное кипит жизнью. Да, тоже кривовато но все же так лучше. Вайолэнс настраивает добивание их шансы. Хотите превратить любую схватку в Мортал Кобот с фаталитями и бруталитями а если вы оборотень то еще и с анималитями вам сюда. Обулент Аутфитс заменяет старые некрасивые робы на новые и красивые. Лучше начать новую игру иначе носители роб будут ходить голыми. Да, я однажды пришел в коллегии учиться а там все голые. Ладно, меня встретила Фаральда на мосту я люблю Альтмир а как они такие заносчивые так и хочется их их с моста сбросить но Толдер без трусов нет, спасибо кстати, лечится это в случае чего выбором персонажа в консоли и команда Ресурект Консистент Олдер Пипл небольшой мод делающий стариков внешне похожими на стариков ну то есть больше чем раньше и мод Популейтед Скайрим еще больше населения в этот раз в городах а то полтора десятка жителей на столице это как-то несерьезно тем более на фоне того же Новиграда теперь по городам да и по миру будут бродить безымянные NPC типа аристократов наемников рыцарей городских жителей воров бомжей да кого угодно подозреваю что тот голый коджит это плод смешения этого и предыдущего модов да вот так вот великие тайны раскрываются детишки ничего не говорить я сам в шоке все раздел подошел к концу раздел и подошел к концу я сказал это вслух да неважно короче далее идут моды на броню но я пока их не использую позже подключу дело в том что я нашел хорошие доспехи с физикой и думаю вместе о них будет рассказать в ролике о физике так что это пропустим напарников я пока тоже не использую хотя и держу их на готове из домов я использую только свой о нем ролик уже есть но если угодно могу порекомендовать также убежище райека или башню карантира последний еще и реализация очень интересная хотя и мудреная ну и завершает сборку пяток нужных модов многие из которых вам тоже уже знакомы драгон соул реквори рекьюи драгон соул что-то там обмен драконьих душ на интересные бонусы вроде очков перков или прибавок характеристикам удобно тем у кого этих душ полны сапоги двемер гогол сэнс котер интересный мод на двемерские очки позволяют видеть в темноте а также через стены как под заклинанием активация по нажатию кнопки как и положение на голове красиво и удобно плюс есть квест по их созданию двемер компас это артефакт из черного предела до которого еще добраться надо по факту карманная пометка и возврат да я люблю заклинания телепортации они никогда не бывают бесполезны тролли андетриборн мод из-за которого посещение кургана стало довольно тяжким любого кургана теперь нежить нельзя убить обычными средствами скелеты драугры призраки все они восстают и восстают вновь как казалось бы и положено нежити при том боссов это тоже касается допустим ты на последнем дыхании еле зарубил например высшего драугра олафа одноглазого он сука взял и поднялся опять ну и все сначала упокоить нежить можно серебряным или дейдрическим оружием и заклинанием огня ловушкой души или восстановлением так что огненный плащ теперь жизненно необходим в таких вот местах дуал шейф редюкс щиты и посохи на спине он уже есть в сборке но я рекомендую его оттуда удалить и поставить новую версию так как она уже давно много раз обновилась ну и напоследок очень интересный веселый мод помните загрузочные экраны скайрима точнее не их самих а эти неземные мудрости что на них пишут типа опасайтесь две мирских сфер да серьезно что ли если в вашем доме есть детская вы можете усыновить ребенка вау один совет просто охранительный другого короче теперь все тексты заменяются откровениями шагарата очень много юмора безумия и абсурда как и положено теперь это все хоть интересно читать а благодаря моду дир дайре еще и удобно по моему это очень удачный финальный штрих на моей сборке также в качестве опциональных модов можете использовать отдайтом или альтернативный старт правда для постоянной игры я бы их не рекомендовал но тем не менее сборки они тоже есть и отлично работают такой вот получился набор к сожалению некоторых модов на спешл эдишн не достает например мода на многоженство на рандомные анимации и еще многие другие то есть их можно найти на спешл эдишн но они кривые и не рабочие авторы оригиналов давно уже канули в лету а прямороких энтузиастов за 4 года так и не нашлось и скорее всего не найдется но к большому счастью как видите большая часть модов бережно перенесена на специальную версию скайрима притом некоторые моды отсутствуют по причине ненадобности например лод геймфикс спешл эдишн просто не нужен этот баг там исправлен что конечно радует ну что ж надеюсь мой набор вам понравился вы можете собрать аналогичный или любой другой это делается легко и почти непринужденно всего-то нужен вагон времени а можете просто взять чистую сборку она и так хороша например чисто слмп спешл эдишн смотрится очень красиво даже в 4к ну и не забудьте накатить каких-нибудь енб сборки их нет но это не значит что их нет в принципе на самом деле их дохрена красивых много выбирай не хочу все это сильно преобразит скайрим вдохнув в него вторую жизнь и третью и пятую и десятую да я согласен скайрим сильно уступает предшественницам по серии но даже он интересен и хорош в таком преображенном виде все-таки то что в него играет уже 9 лет это о чем-то договорит но как говорит мой трудовик меланхолия для девочек поэтому берем киянку и вперед покорять просторы скайрима че вы хмыляетесь я же вижу что вы этого хотите что вы хотите Продолжение следует...